И при решении безмертает Божество. Созвучие времён. По таким названиям в городе над Богом на Центральной улице прошёл первый масштабный фестиваль духовной музыки. Инициаторы отмечают, им удалось организовать и сделать настоящий праздник, который наполнил жизнь горожан святостью и величественностью. Основная цель этого фестиваля – пропаганда хорового искусства. Которая, к сожалению, в последние годы потеряла такой уровень и сейчас, слава Богу, возрождается. Ну а также популяризация церковного пения. Мероприятие – это очередной подарок нашим горожанам. Конечно, концерт духовной музыки. Это в рамках акции «Брест Духовный», который называется «Созвучие времён». Поэтому я считаю, что наши горожане заслужили этого. И поэтому, с учётом того, что наш город Брест в течение тысячи лет был множество разрушен, и благодаря трудолюбию, жизнелюбию и вере, наш город Брест был восстановлен. И сегодня он очень привлекательный, красивый, комфортный, уютный. Канонические паралитургические выступления и, конечно же, духовная музыка, которая тесно переплеталась с темой патриотизма. Организаторы подготовили насыщенную разнообразную программу произведений разных времён и жанров, где каждый нашёл то, что ему по душе. Это действие, это благодарение Господу за то, что нам тысячу лет, и дай Бог, чтобы нам было ещё не одна тысяча лет, чтобы здесь жили люди, развивались, духовно, в первую очередь. Потому что, если есть духовная основа, то будет и всё остальное, как нам Господь говорит, прежде всего, ищите Царство Небесное. Всё остальное приложится вам. Если человек духовен, то он корректен, он послушен, он мудр. Фестиваль собрал семь коллективов, а это порядка 150 человек разных возрастов, которые представили брестскому зрителю своё творчество, своё живое откровение. В репертуаре нашего коллектива очень много белорусских произведений, ну а духовная музыка, она возвышает, нравственно и эстетически воспитывает. Поэтому, конечно, мы не могли отказаться от участия в данном фестивале. Меня очень радует, что хоровое творчество в нашей стране и, в частности, в нашем городе развивается. Мы всё делаем возможное для того, чтобы принимать участие активно во всех мероприятиях нашего родного города, тем более в такой праздничный год, как тысячелетие нашего родного Бреста. Глубокие и величественные, удивительные и прондительные здесь каждое песнопение со своей историей характером было наполнено глубоким содержанием, а его воплощение создавало особую таинственную атмосферу. Будем исполнять песнопение, которое называется «Ангел вопияша». Это песнопение исполняется в пасхальный период. Суть его в том, что ангел явился Деве Марии и сообщил ей добрую весть о том, что Иисус, который накануне был истерзан, претерпел крестную смерть, страшные мучения, был погребен во гробе, воскрес и победил смерть таким образом. То есть это праздничное песнопение, в то же время оно очень умилительно. Организаторы отмечают в планах сделать духовный фестиваль музыки со звуча времён добрым началом традиционного праздника с участием и зарубежных исполнителей.